В доме И.С. Остроухова представят литературные войны 1920-1930-х годов. Экспозиция уникальна. Период 20-30-х годов не так близок к нашему времени, чтобы о нем многое было известно из доступных источников, но при этом и не так далек для кропотливого исследования историков. Выставка «Литературные войны» посвящена той истории литературы, которой о ней написано. Фото «Александр Корольков» слеш РГ. Верни Саша начался с минуты молчания. Не так давно из жизни ушла куратор выставки Анна Рудник. Наталья Громова, второй куратор, отметила, трудно было заканчивать выставку без нее. Также всем, принимавшим участие в создании экспозиции, были адресованы слова благодарности. Олег Николаев, художник, представляющий бюро арт-тера и куратор литературных войн, поблагодарил всех, кто работал над проектом. Здесь очень много текстов, соответственно много задач для дизайна. Текст же нельзя повесить кирпичом, поэтому большое спасибо всем дизайнерам, оформляющим работы. На открытии присутствовала внучка Александра Воронского, которому посвящена часть выставки, Татьяна Исаева. Ее дед был редактором двух журналов «Красная новь» и «Прожектор», а также руководителем издательства «Круг» и вождем литературной группировки «Перевал». Минус. Началась предпродажа билетов на выставку Репина в Третьяковской галерее. 20-е и 30-е годы эпоха столкновения языков, столкновения писателей и так называемых цензоров произведений. Раб Российская Ассоциация Пролетарских Писателей – это люди, которые приняли на себя роль контролера в правильности литературных произведений. А попутчики – это писатели, которые объективно не стремились к социализму и коммунизму, но своим творчеством могли достигать определенных целей и влиять на умы. Характер этой ожесточенной борьбы изображен на эмблеме выставки. Писатели бегут по кругу и вонзают в спины друг друга ножи. Это весьма драматичное время в истории русской литературы и можно смело назвать борьбой всех со всеми. Эта выставка входит в серию выставочных проектов, которые мы называем исследовательскими, потому что они посвящены истории литературы, которая не написана, говорит директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. Это абсолютно неизученная территория, именно поэтому появилась идея этой выставки. Писатели бегут по кругу и вонзают в спины друг друга ножи. Это время в истории русской литературы можно назвать борьбой всех со всеми. Экспозиция литературных войн представлена в пяти залах и имеет несколько тематических блоков. Панорама литературных групп и направлений 1922-1932 годов Судебные процессы над литераторами Образы книги эпохи литературных войн Минус. Календарь поэзии Почему имя автора книги «Золотой плюс» остается в тени? В доме Остроухова представили речащие документы и другие литературные реликвии из фондов музея имени В. И. Даля – Международного мемориала из частных собраний. Особое место на выставке занимают карикатуры. Одной из карикатур, мимо которой нельзя пройти, стала поэзия мечты и проза действительности. На ней изображен Владимир Маяковский в образе льва. У лап царя зверей разлеглась овечка-критик Вячеслав Полонский, а в люльке на длинной шее жирафа писателя Юрия Лебединского качается литературовед Виктор Шкловский. Встречу писателей на квартире у А. М. Горького 26 октября 1932 года представили в виде комикса. Каждому из присутствующих на встрече художники-дизайнеры подобрали несколько реплик. Леонид Леонов думает, вот дачи бы точка-точка-точка надо бы построить, а рядом с ним, подорвавшись со стула, Владимир Луговский кричит тост, «Выпьем за здоровье товарища Сталина». Четвертый зал за скорби. Сергей Буданцев арестован в апреле 1938 года, Осип Мандельштам умер на Владивостокском пересыльном пункте, Николай Заболоцкий арестован в марте 1938. В списке также Бергольц, Шаламов, Переверзев. Здесь же дневник драматурга Александра Финогенова. В нем отразились все самые страшные события 1937 года. Навигатор выставка «Литературные войны 1920-1930 годов», «Раб и попучики» открыта в доме И. С. Остроухова в трубниках до 12 мая. Культура-литература Гидпарк Культура-литература Гидпарк